Одна ложь портит тысячу истин. Добрый день, меня зовут Даша, и я сегодня буду рассказывать о книгах, сказаниях о людях Тайгири. Автор у нас мой любимый Черкасов, незабвенный. Сюда входит три тома. Я сейчас покажу. Старайся это сделать. Вот они. И по объему, как такое хорошее, старинное иванки, или типа таких, которые в ружейной палате хранятся, это хмель, конь рыжий и черный тополь. Именно в таком порядке нужно читать. Сначала хочу немножко вот что сказать. Это открылось для меня только в сентябре, когда мы ездили в Минусинск. Было одно событие, мы не могли не поехать. А я эту эпопею начала читать в июне этого года, 2015-го. И мы едем, мы видим такой большой щит в Минусинске. 100 лет со дня рождения Черкасова Алексея. Я тут просто онемела. Полезла тут же в телефон смотреть дату рождения. Действительно, в июне 2015-го он родился. Именно в июне я начала читать эту эпопею. То есть, здоровское совпадение. Перечитываю я уже третий раз. Черкасовский, это автор нашей, не сидит из губернии. И это можно сказать... Ну, название отвечает само за себя. Сказание о людях тайги. То есть, Сибирь, деревни какие-то сибирские. И рассказывается, чем дышат люди, чем живут, какие мысли у них в голове, об их быте. И все началось с чего? Почему Черкасов написал вот эту трилогию? Однажды к нему пришло письмо от некой бабушки, очень такой... старой бабушки, которая написала ему, что, будучи девочкой, застала, видела своими глазами Наполеона. То есть, представляете, да, какая молодая бабушка, раз она Наполеоном состала девочкой. Черкасов был затрегован письмом и поехал к ней в деревню, расспросил ее и записал то, что она рассказала. Так и делилась эта трилогия. Особенно мне нравится книга «Хмель». Это первая самая часть. Вот она. Вот название написано. Схватилась я за волосы, зачем-то давно. Чем она мне люба? Ой, на протяжении многих поколений мы можем видеть судьбу одних и тех же родов. Однако поколение при этом точно сменяется. И это просто удивительно для меня, как человека, двинутого на своей родословной, видеть такую смену поколений. Тем более, что вся моя родовая, кроме линии Перминовых, в Сибири с момента ее завоевания. И те места, которых пишет автор, это все буквально совсем-совсем недалеко от тех мест, в которых жили мои предки. И, конечно, мне очень интересно читать. Это как читаешь в своем собственном роде и в его представителях, действительно. И я бы не сказала, что в «Хамеле» есть какие-то главные герои. Там все главные герои. Там сразу рассказывается о многих. И ты вот смотришь сверху на вот этот мир, ну не мир, менятью ли мир. И ты просто видишь, как это все развивается. И вот это просто шикарно. И вот эта бабка Ефимия, ее вывел Черкасов в героине. Она вот как вот красная нить, которая через всю книгу проходит, и она тебе показывает, когда ты забываешь, что видишь вот этого чувака. А вот помнишь его прадеда такого-то, такого-то? Скажи же «вылеты». И вот это удивительно. Еще там уже роль выполняет Черный Тополь, который стоит со временем, когда происходят события в книге. И стоят долгие годы, долгие десятилетия. Примечательно, что здесь такая ситуация происходит с «Хамеле», что декабрист сослан в Сибирь, и он попадает в скит староверов. Образ его, он существовал в реальности, образ его Черкасов списал со своего деда, прадеда, ну, в общем, предка, которого постигла та же судьба. И тут я призадумалась, а не потомок ли он тех самых князей черкасских, турецких, ой, татарских, которые вынеслись при Иоанне Четвертом. Все может быть. И это просто удивительно. Так что, ну, то есть, здесь охватывается период с Наполеоном, и заканчивая 16-м годом. Даже 17-м, по-моему. Ну, кстати, почему меня мама назвала Дашей? Ей очень понравилась ими одной из героинь, вот именно из этой книги. Но книга мне нравится не поэтому, кстати. Их более у нее судьба тяжелая, у моей тезки. Что касается второй книги, то, в отличие от первой, здесь есть главный герой. Это конь рыжий, собственно. Это Харунжи-лебедь. И конь рыжий – это его кличка, потому что он рыжий. Здесь мы застаем эпоху гражданской войны. Белые, красные, серые. Вот сидишь, читаешь и думаешь, господи, какие мы глупые просто. Я раньше по своей наивности думала, что они были милостивее других. Да ни разу. Там все касавчики, знаете, все отличились. И просто сидишь, краснеешь, бледнешь. И не знаю, что с Клэп, потому что здесь такие ужасы рассказываются. Просто там... Слов нет, одни эмоции, идти на корейском. Ну и третья книга, завершающая, это «Чёрный тополь». Сама отложка тоже чёрная такая. По-моему, это самая худенькая из всех книг. Давайте-ка сравним. Да, точно, вот она. Самая стройненькая. Здесь уже, так сказать, послевоенная... В общем, эпоха между гражданской войной и окончанием её, и заканчивая послевоенными годами. Я имею в виду войну вторую мировую. Тоже сидишь... Ну, это уже тема мне больше знакома. Тут я уже не особо удивлялась. Но всё равно... Вот... Простые человеческие судьбы, которые вот не воины, которые живут где-то вот в деревне, работают, трудятся. Устанавливается та же тема, как вот соисковаться, относилась к людям, которые вернулись из плена. Вот... И... Сестра... Моей тёзки, двойняшка, между прочим, Евдокия. Она меня бесит просто! Я читала... Она, кстати, ещё в Канье Рыжем проявилась. В Химеле тоже была, но так, Мелико. Проявилась просто во всей своей красе в приносном смысле. Она меня так бесила, блин! Двуличная, лицемерная, доносительница. Просто постоянно почитает «Боженьки, боженьки, боженьки!» Я её за это почитаю, ну, кто бы оплюшить просто! И она постоянно... Ну, когда на неё шишки летели, ей говорили, что вот, что ты за человек. Она сразу говорила «Ой, бедненькая я!» «Ой, боженьки, боженьки, боженьки!» «А я-то плечом, если у меня самого, там, я не знаю, юношества, у меня такая жизнь была погана, так простите меня, почему у твоей сестры, твоя сестра нормально себя вела?» Хотя у неё тоже жизнепряник был. А ты вот такая вот... Вот, поделиться не хочется на камеру, поэтому я просто, по-моему, вообще... Да и не в ней дело, хотя она там немалую роль играет в этой книге. И все книги, они, конечно, все третли, такие очень... не знаю, что сказать. У меня только получается, что говорю... Вот. Ну, конечно, я повторюсь. Самая моя любимая книга это «Хмель». Она такая самая насыщенная. Здесь сменяются множество, по коллеге они... Ты наблюдаешь всю эту смену, ты видишь вот эту переоценку ценностей, вот это вот... Кто что унаследовал и в плане ДНК, и в плане них материальном. Просто, опять же, повторюсь, удивительно совершенно трилогии. Я помню, в третий раз или в четвертый, как-то так. то есть... И заняло, думаю, у меня достаточно много времени вот читать с конца июня по начало октября. Вот я последнюю книгу дочитала буквально с под воскресенье. Ну, блин, это там простоило. И после медленно читала, совсем по чуть-чуть. и после меня тут дела всякие. Поэтому на чтение не было не так много времени. Но я читала каждый день. Вот, так что на этом все. Я желаю прочитать сказания о людях тайги все три дома. Ну, хотя бы первую часть. А ну, пожалуйста. 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 Вот. Все хорошо. До скорых книг. Субтитры создавал DimaTorzok